Добрый вечер! Благословенный июнь разменял уже свою вторую половину, но летние жары и томящего зноя мы с вами так и пока и не дождались. Сегодня мы поговорим на любимую в народе тему о погоде. И гостья нашей студии заместитель директора Мурского гидрометеоцентра Ирина Печкина. Ирина, здравствуйте! У нас так и будет холодное лето 2016 года или потеплеет наконец-то? Ну, если брать во внимание долгосрочные прогнозы, то с вероятностью 70% все-таки лето, да, все-таки будет. Ну, безусловно, оно будет в любом случае. У нас впереди еще и июль-август, но вот да, с июнем не удалось пока. Ну, июнь какой вообще вы просматриваете? Тут две недели осталось. Он такой и будет? Вероятнее всего, да, потому что на севере Китая стоит циклон, то есть он достаточно объемный и по мощности высотный циклон. И у Земли связаны с ним небольшие такая вереницы маленьких, ну, противненьких циклончиков, которые будут постепенно пересекать Амурской области и вообще юг Дальнего Востока. А поскольку циклону смещаться некуда, потому что в Тихом океане более высокого давления, он стоит над нами, вот рождается маленький циклончик. И более того, сам, то есть если циклон блокирует антициклон, да, то сам циклон блокирует вынос тропических воздушных масс на территории Амурской области, поэтому, ну, по крайней мере, юга. Поэтому и фон стабильно ниже нормы на 2 градуса. Караул. Народ говорит, ну, думает сейчас, когда будет тепло? Ну, вот когда он, этот циклон умрет, закончится, там все, дожди на наши головы выльет, когда примерно? Ну, в общем-то, как бы сказать, что вот сейчас холодно, я бы тоже не сказала, потому что температура ниже нормы за счет именно холодных ночей, именно потому что не успевает прогрев, да, днем не успевает прогреваться воздух. Но вот в ближайшие несколько дней температура 22-27, при прояснении до 30. То есть это достаточно тепло, но дождливо. Какова у нас ситуация на реках? Вот сегодня родственники звонили с Архаринского района, говорят, Архара разлилась, уже там в деревню не проехать просто. В общем и целом Амур и Зея выше декадной нормы на 20-50 сантиметров, это не критично. И почти повсюду спады. И тут спады, да, на 20-30 сантиметров. Ну, кое-где по постам колеблется подъемы на 10-15 сантиметров. Единственное сейчас проблемное место, относительно проблемное, это именно действительно Архараб, потому что река малая достаточно. Там уровень воды достиг неблагоприятной отметки, низкая пойма затоплена на 90 сантиметров. Но, тем не менее, там за сегодняшние сутки спад на 20 сантиметров, да. Лета 2013 года не будет? Ну, чтобы повторилось лета 2013 года, нам нужно, во-первых, зима должна была быть снежной, во-вторых, должна была быть бы очень холодная весна, затяжная. И при этом должна была выпасть бы годовая норма осадков в Зейском районе. Кстати сказать, вот там осадков нет. В основном сейчас страдает юг Дальний Восток от долины реки Амур и юг Дальний Восток. Если уже вот смотреть на цифры. Гроз много будет? Вот гремит каждый день. Вот Илья Громовержец, он таки будет на своей колеснице кататься? Ну, да, потому что вообще грозы в Амурской области это наиболее частое явление в летний период. Но в этом году единственное, что, скажем, не аномально, я не люблю это слово, аномально, но необычно, скажем, да, грозы несколько другой, другого генезиса. Да, потому что для Амурской области характерны высокие температуры летом, да, и внутри массовые грозы. То есть здесь сейчас теплый воздух горячий поднимается, охлаждается, рождается облако. На данном этапе, поскольку температуры не сильно высокие, у нас характерны, вот гремят именно фронтальные грозы, потому что очень мощный циклон стоит и связанная с ним активная грозовая деятельность. Чем они отличаются, вот, чтобы мне обывателю понять? Именно происхождением. Происхождением. Происхождением, да. Гроза как гроза. Но, тем не менее, вот этим происхождением, чем она отличается? Очень, она не такая быстрая, как внутримассовая, но у нее очень мощные восходящие потоки воздуха вверх, да, скорость у них этих потоков большая, мощность облака большая. И как раз вот эти градины, чем больше скорость восходящего потока в облаке, тем крупнее градины, то есть они поднимаются выше, да, охлаждаются, у них есть время формироваться. Вот эти градины увеличиваются в размере, потом, когда их облако не выдержит, они падают, но поскольку температура невысокая, они не успевают таять, и вот в этом году действительно град очень частый и, самое главное, крупный. Долгосрочный прогноз, Лена, вообще лето какое ожидаете в общем? Ну, вот по долгосрочному прогнозу, июль-август ожидается на 1,5-2 градуса выше нормы, осадков, дефицит на 20%, ну, это долгосрочная прогноз. То есть, как говорят в народе, сейчас зальет, потом засушит, примерно так? Ну, я бы так не сказала, но в принципе, да, если вот уж так вот, по-народному, то да. Смотрите, а почему, как вы думаете, народ никогда не доволен погодой? Нам то жарко, то холодно, то по ногам дует, то встречный ветер, то вухо, то еще что-то. Мы всегда недовольны. Ну, наверное, когда человек уже достиг все и доволен всем, пора умирать. Я думаю, просто, ну, наверное, скучно быть всем довольным, поэтому и довольна. А потом мы чего-то ожидаем, скорее всего, это просто обманутые ожидания. Опять же, и обманутые привычки. Вот, например, сейчас, да, июнь, вот, наверняка, фактически, все население Благовещенское, и ты, и я, и, в принципе, если бы я не знала. Вот, ну, уже думают, что нам сейчас уже квакать пора. Вот дождь, а вы, наверное, удивитесь, я скажу, что за первые 10 дней июня выпало 77% нормы, даже нормы не выпало. Удивлюсь. Вот, а потому что мы привыкли, как, лето, жара, в течение 10 дней, один сильный дождь, бабахнул, норму вытопил, выпустил, да, свою, все, что надо, затопил, и дальше мы загорели, дождь видели, норму выполнили, все. Сейчас в этом году вот так вот, каждый день по чуть-чуть, вроде как мокро, а осадков-то, в общем-то, опасных нет. Понятно. Ну, вообще, это лето не аномальное? Были подобные года у нас, вот так, если... Да, аномальных нам еще, да. Жить где жить. В принципе, у нас май, конечно, был дождливый, но тоже до аномального, ему еще, когда луны пешком, аномальный год, скажем, из ближайших июня, например, да, 2009-й. Кстати, тогда же у меня брали интервью, и вопрос начиналось примерно так же, когда у нас начнется лето. Так вот, за первые 10 дней июня 2009-го года выпало 98 миллиметров осадков, то есть больше, чем вся месячная норма. А за весь, скажем, 2009-й год в июне было 226 миллиметров, это абсолютный рекордсмен по количеству осадков. Ну, просто забываем, что было 6 лет назад, и, кажется, никогда такого не было. В общем, да. Скажите, а как сегодня метеорологи технически вооружены? Вот у вас там спутники, ваши союзники, станции, гидропосты, вообще, финансовый кризис вас задел? Ну, конечно, задел. Ну, в принципе, как бы, я бы не сказала, что прямо вот у нас такая финансовая критическая ситуация, конечно, она есть, конечно, нам урезают, мы хотели бы больше приборов, но вынуждены получать меньше, даже не из-за того, что нам не дали денег, а из-за того, что курс доллара резко пошел вверх, а приборы, к сожалению, тоже от него зарезают. Все импортные в основном. Да. Что касается вооружения, вооружаемся потихонечку. Единственное, чего нам, ну, вот я уже говорила, и, наверное, еще много лет буду говорить, нам не хватает доплеровских локаторов. Именно для того, чтобы доплер способен определять не только мощность грозового очага, он способен определять даже фазовое состояние осадков в этом облаке. То есть, именно если бы у нас был доплер, мы бы хотя бы, ну, скажем, опять с вероятностью, конечно, все равно прогноз-то прогноз, но хотя бы с вероятностью 80% мы могли бы прогнозировать град, шквал и смерч. То есть, что несет нам это дозавое облако? То есть, сегодня вы технически не можете это предсказать? Сегодня нет. Я вижу это облако, я понимаю, что оно мощное, но не более. Я точно так же, как и вы, не знаю, что в нем творится внутри. Но доплер сам по себе, дело даже не в деньгах, а дело в наших, к сожалению, вот таких иногда, скажем, нелогичных законах. То есть, что такое поставить доплер? Это нужно взять деньги на доплер, да, а они нам даются на год, а для доплера нужен земельный участок, а земельный участок нужно оформить в собственность. И пока всю эту бюрократию пройдешь, уже деньги устарели. А деньги ушли в бюджет, опять сказали, ребят, мы вам уже давали, вы не использовали их. У нас ни одного такого локатора нет в регионе? Нет. А в других регионах есть? Есть. Ну, вот видите. Вот я могу сказать, по-моему, уже когда-то я говорила, что в Польше на территории равной Амурской области стоит 9 доплеров. У нас ни одного доплера, я уже не говоря доплера, у нас обычный метеорологический локатор, умер от старости в аэропорту несколько лет назад. А как? А вот так. А как живем? Как самолеты взлетают, садятся, чего-то там? Нет, это метеорологический локатор. Ну, самолетный, это, конечно, все там в порядке. А он же тоже важный, в аэропорту, метеорологический, он же для экипажа это очень важная информация. Конечно, важен. Ну, вот как-то ж выворачивайся. А профессионализм синоптиков? Вот как-то ж так выворачивайся. Ну, ошибок много, честно, вот так, Лен. Всегда вас ругают. Вот, наверное, вы самые ругаемые, даже больше, чем журналисты. Ну, да. Ну, опять же, это, скорее всего, обманутые надежды и ожидания. Ну, говоришь, что оправданность наших прогнозов в городе порядка 88%, это значит, из каждых 100, 88 верных. Это высокие показатели? Это высокие показатели, 12 прогнозов неверных. По территории области у нас очень высокая оправданность. Кстати, она, скажем, на уровне лучших гидравитарных служб мира. Пусть поляки учатся у нас, нашему профессионализму. Другое дело, понимаешь, вот как вот прогноз оценивать. То есть я, например, дала сегодня дождь. Я, честно, под него сама попала. То есть у меня полные туфли воды. Но на метеостанции у нас на Нагорной, там дождя не было. И я вынуждена поставить себе в прогноз такую баранку. Прогноз не оправдался. Вот так. Это были простые вопросы для Елены Печкиной. И мы говорили, наверное, о главном, насущном и наболевшем, о погоде. Ну, у природы нет плохой погоды. Всем добра и здоровья. Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова